Доброе утро! Ещё раз нашим прекрасным телезрителям, а у нас вторые гости, точнее, наши прекрасные гости уже вместе с нами. Я, конечно же, с удовольствием представлю, кто у нас сегодня в гостях. Баялиева Айджархан Ханатбековна, представитель Департамента физической культуры и спорта. Здравствуйте! И Ильизова Джанвал, школьный корреспондент. Из школьных корреспондентов также у нас Братцева Валерия, тоже школьный корреспондент. А также у нас студент первого курса Себух Алан. Доброе утро! Доброе утро! Как у нас добрались? Нормально. А как у вас настрой, чтобы с утра, пораньше в 9 утра поделиться такой важной информацией? То, что мы ждали, это когда нас пригласили, нам было очень приятно. Спасибо большое, что пригласили, уделялись нам время. Вам спасибо за то, что вы нашли время. В целом добрались очень хорошо и надеемся, что мы здесь поделимся с вами с полезной и очень уникальной информацией. Да, для нас на самом деле это очень важно знать, потому что молодежь, как раз вы говорите, среди школьников, да, это такая очень хорошая возможность. Давайте я, наверное, не буду утомлять много своими разговорами, а слово вам передам вам. Именно чем вы занимаетесь? Я являюсь представителем Федерации школьной лиги, также работаю в Департаменте физической культуры и спорта, также являюсь куратором международного конкурса юных корреспондентов по конно-спортивному спорту. Хорошо, а мы снова с вами и, конечно же, наши прекрасные гости. Расскажите, пожалуйста, чем ваша организация, вообще основную вашу деятельность, чем вы занимаетесь? Мы вообще в целом из-за того, что школьный спорт вообще существует, недавно, вот два года назад открыли Федерацию школьной лиги, и там вовлечены наши все школьники, то есть школьные спортсмены. Также, помимо этого, у школ есть свои корреспонденты. На сегодняшний день в эфир я пришла с моими лучшими корреспондентами и победителями международного конкурса. Хотела бы вас представить. Первое место заняла наша корреспондентка Ильгиза Ваджанил, является тоже корреспонденткой школы Чуйской области. У нее очень хорошие показатели, но помимо этого также есть и братца Валерия, у нее тоже очень хорошие показатели. Ребята очень хорошо показывают все свои работы во всех стадиях, а также есть наш третий победитель ЦБУХАЛЛЕН, он студент ТНУ, на первом курсе учится. Пока что у него карьера только начинается. Давайте, наверное, слово тогда передам вам. Расскажите, как корреспондент, каково ваше ощущение, как вам работать. Можете взять микрофон? Так, я еще раз немного расскажу о себе. Меня зовут Ильгиза Ваджанил. Я закончила 10 класс. Учусь в среднеобразовательной школе имени Динара Мамашевой в Высокотинском районе. На данный момент я занимаю позицию главного корреспондента Чуйской области. Стараюсь по мере возможности освещать все игры нашей области, включать все районы. И также могу сказать, что благодаря мне на данный момент Чуйской области среди корреспондентов является самым активным. Именно как корреспондент работать в оконном виде спорта мне очень понравилось, потому что ранее я не знала об этом виде спорта. И для меня это было очень новое. И я всегда стремлюсь к чему-то новому. И для меня это такой... Посчитала для себя очень важным опытом, которым я смогу взять и далее уже поделиться. А, наверное, сейчас стало многим интересно. Корреспондент. Чем они уже занимаются? Расскажите про вашу работу. Чем корреспонденты занимаются? Одним таким коротким словом это почти что Даша путешественница. То есть у нас игры проходят на протяжении года. То есть районные этапы, областные, республиканские. И во все эти времена я просто хожу по играм на места игр. Стараюсь освещать, делать прямые эфиры, сторисы в Инстаграме. Опубликовать статьи на сайте Миктеплиги. А также брать интервью и все это передавать на месте, чтобы... Это все вот в Чуйской области, да, вы все делаете? Очень круто, это очень, наверное, интересно, забавно, да, еще? Да, очень интересно. Благодаря этому я прокачиваю себя как личность. Я также знакомлюсь с очень многими хорошими людьми. В основном это, конечно, спортсмены. Наверное, слово передам вам. А вы где представляете? У нее, например, конный тур, да, вы сказали? Нет. То есть я представляю Чуйскую область в школьной лиге. То есть все виды спорта. В прошлом году у нас было только три вида спорта. Это волейбол, баскетбол, футбол. А в этом году к нам добавился шахматы. То есть по четырем видам я стараюсь освещать по мере возможностей. Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Валерия. Я корреспондент Московского района. Учусь я в Петровской среднеобразовательной школе. Закончила я девятый класс. Тоже представляю себя как корреспондента. В школьной лиге я нахожусь уже два года. В школьной лиге достаточно часто проходят конкурсы. В прошлом году я участвовала в двух. Заняла тоже призовые места. А в этом году у нас был международный конкурс по конному спорту. Мы ездили вместе с корреспондентами. Все вместе в конно-спортивную школу, которая находится в Бишкеке. Собирали материал. Опрашивали людей, которые там находятся. И в дальнейшем делали видео. Кто-то делал статью. Кто-то делал репортажи. У меня было видео. Я освещала этот вид спорта. И призывала молодежь заниматься или хотя бы интересоваться конным видом спорта. Конным, да? А вы являетесь студентом, верно? Верно. Я студент колледжа КНУ. Вообще, мое имя Цебухалан. Вообще, это был мой первый опыт в этой сфере. Поэтому много чего сказать не могу. Но мне было жалко то, что среди нашей страны конный спорт не так сильно распространен, как остальные виды спорта. Из-за этого мне хотелось... Взять в свои руки все, да? Да. Мне хотелось, чтобы этот спорт дался огласке, чтобы больше людей интересовалось. И мне было очень приятно то, что появилась такая возможность. И я очень благодарен своей учительнице, преподавательнице, которая подтолкнула меня как раз на... На этот вид спорта, да? Да. И мы поехали в школу, взяли там интервью. Но было очень увлекательно наблюдать за спортсменами-конниками. А как ваши первые впечатления, первые ощущения, когда вы только пришли? Мне было очень хорошо. И знаете, это такое непередаваемое ощущение, когда смотришь на живых спортсменов-мастеров, которые занимаются сейчас тренировкой на твоих глазах. Считай, что как будто бы для тебя. Потому что там были только мы одни. А сколько уже по времени, сколько лет или сколько месяцев вы уже занимаетесь? Занимаюсь чем? Вот вы, получается, увлекаетесь конным туром, верно? Точнее, конным спортом? Конным спортом я начал увлекаться совсем недавно, около трёх месяцев назад. Завлекло меня то, что это очень завораживающий вид спорта. И то, что имеет свою особенность, в отличие от других. То есть здесь же нужен язык с лошадью. То, что она же тоже как живое существо. Допустим, она может обидеться и не ездить, не выполнять там трюки какие-то. И как вообще язык находитесь на данное время? На данное время? Ну, главное, хорошо с ней общаться. Они понимают интонации, они хорошо в них разбираются. И если на них накричать, то они могут отказаться вообще выходить из конюшни. Их нужно будет там, как, смягчить, дать им какую-то вкусняшку и тому подобное. Да, это как-то общий язык, да? Да. Наверное, вопрос я следующий задам вам. Вы являетесь уже сколько лет представителем, да? Представителем. Как вы вообще к этому пришли? Представителем Федерации Школьной Лиги я являюсь уже на протяжении почти что года, 8 месяцев плюс-минус. Меня увлекло в это, потому что я недавно пришла в сферу спорта. И вы знаете, до этого я не интересовалась спортом, но каким-то образом, если я пришла в этот спорт, я начала развиваться. И меня увлекло то, что по сей день ребята, молодежь, он как бы больше, с большой страстью относится к спорту, любит спорт, но боится это все показать, показать людям, да, показать себя. И на основании этого проекта Школьной Лиги недавно был запущен международный конкурс «Юные корреспонденты». И после этого, то есть на протяжении трех месяцев этот конкурс уже стартует. И вот недавно мы выявили отборочный этап победителей. Данный конкурс был вообще направлен на освещение конного спорта в Кыргызской Республике, чтобы многие люди вообще знали, что такое конный спорт. Когда мы объявили этот конкурс на нашем сайте, на официальном сайте Школьной Лиги, многие начали задавать вопрос, есть ли у нас вообще этот спорт, развивается ли, где находится. Многие даже не знали, да? Многие даже не знали, да. Я сама лично не знала. А потом с Москвы прилетел представитель Евразийской Ассоциации, Цемерлан Богатырев. Мы с ним провели беседу и выехали на встречу, чтобы привлекать наших участников, любителей конного спорта. Среди школьников. Да, среди школьников, ну и кто желает, потому что конкурс был уже направлен для школьников и подростков от 16 до 25 лет. И многие хотели на экскурсию, многие писали, мы назначали, ну то есть приглашали их на встречу. У нас были очень масштабные, крутые встречи, организовывали, а также как раз вот ребят собрали, также были помимо них и другие ребята. Мы поехали на эту конно-спортивную школу и начали там проводить экскурсию для нас уже представителей спорта. И это было так завораживающе, мы смотрели, мы сколько там, три часа, да, были или четыре часа? Это было очень восхитительно, нам еще показали лошадей, показали, как их чем кормят, красивые места, все такие ухоженные, спортсмены вообще красивые. Среди желающих тоже было очень много. Да, да, среди желающих было много. Также мы ходили в университет, привлекали студентов, они тоже писали на нашем официальном сайте, куда подъехать, мы тоже хотим, мы тоже хотим участвовать. Получается, так вы устраиваете конные туры или это как? Нет, это международный конкурс был. А, конкурс был. Да, освещение, да, конного спорта. Нет, а в целом сейчас устраиваются какие-то там конные прогулки, которые интересуются, например, то же самое, ну, спортом, да, таким видом спорта? Для них есть какое-то такое, знаете, экскурсии и так далее? Да, есть, если назначить с нами переговорить, мы можем это все организовать, ну, то есть нашим представителям, да, позвонить, сказать, что мы как бы хотим приехать к вам в гости уже с гостями. И тогда они уже на масштабном виде организовывают экскурсию по конной спортивной школе. А сейчас вот в вашем секции там много школьников, много желающих, которые входят? Да, очень много. Сколько? Больше тысячи, наверное, даже двух. Больше тысячи, даже двух? Они же со всех областей собираются, со всего Кыргызстана. Это, наверное, мы сейчас друг друга не поняли, да? Вы имеете в виду насчет именно конного вида спорта, да? Сколько там интересует, или в школьной лиге? Нет, про корреспондентов же, да? Да, и этот же вопрос, давайте вы сами ответите. Насчет конного вида спорта, да? То есть это в конно-спортивной школе там обучаются ученики с малых возрастов, там есть девочки 8-9 лет, есть и разных возрастных категорий. И вот преимущество конного вида спорта среди других спортов, то в том, что там нету делений между полами и ограничений между возрастами. То есть, например, можно сказать, взять футбол, да? Там могут играть только мальчики там вместе, да? А вот в конном виде спорта, то есть там на одном соревновании, на одном забеге могут в командном участвовать мальчик, там 9 лет, подросток, девушка там 19 лет, там также может быть взрослый мужчина, там лет 35-40. И там никак не делится. Если умеет ездить на лошадях, то уже могут участвовать все. Да, там их учат, и получается конный вид спорта, это, по-моему, один из единственных видов спорта, который только помогает здоровью. То есть он очень полезен для здоровья. Среди, вот говорите, школ, наверное, вам будет этот вопрос, среди школ вы говорите, да? С каких школ, например, как это происходит? Это только на официальном сайте, вот так вот вы размещаете? Или вот вы ездите прямо в школы, рассказываете? Вообще у нас есть своя... Как они узнают о вас? У нас есть своя лидерация школьной лиги, и есть свой сайт школьной лиги. Школьная лига существует только для наших школьников до 11 класса. В основном там проводятся игры по футболу, баскетболу, шахматам и волейболу. То есть ребята играют, занимают места, есть свои призы. И проводится школьный этап вот этих соревнований между школами, потом по районам, потом по этапам, потом республиканский этап выходит. И чтобы освещать вот эти школьные этапные туры, игры, у нас есть свои корреспонденты, то есть наши будущие журналисты. Они освещают ход игр, рассказывают нам, делятся своим информацией. Также у них есть своя страничка специальная, куда они размещают свои работы совместно с нашей школой, с нашей школьной лигой. Как раз таки им участвуют. Да, благодаря нам узнают многие о школьной лиге, также о соревнованиях, которые проходят, например, сегодня, также кто выиграл, и так доходит до республиканского этапа. А впереди нас ожидают ли какие-то соревнования? У нас уже второй сезон закончился, у нас в мае месяце уже закончился второй сезон школьной лиги. Были победители, им были вручены призовые призы, то есть награды, денежные призы, награды, а также были свои призы нашим корреспондентам. Трое девочек выиграли путевку в Турцию, шестеро недавно побывали в Казахстане на 3-4 дня отдыхали. И в связи с этим, из-за того, что у нас эта школьная лига масштабно развивается, нам уже начали поступать другие проекты, нами начали уже увлекаться. И именно Тим Ирлан Богатырев является представителем школьной лиги, и он выдвинул этот международный конкурс «Юный корреспондент», потому что он уже является представителем Евразийской ассоциации конного спорта. Он тоже увлекся им. И с его стороны было предложение, то есть со стороны его руководства было предложение, чтобы наши молодые журналисты, начиная с 16 до 25 лет, заинтересовались и начали представлять, хотя бы, ну, представили конный спорт в Кыргызстане. Нас это очень увлекло предложение, мы сразу же опубликовали это в своей страничке, и мои корреспонденты первым же делом начали писать, что за конкурс, мы хотим участвовать, потому что главный приз, первое место, это поездка в Москву на неделю. Тот, кто победит, он поедет в Москву, освещает конный спорт команду Кыргызской республики, там, в Москве. Да, уже на международном уровне. Да, на международном уровне. Потому что этот конкурс, он является международным конкурсом и очень таким масштабным конкурсом. Помимо Кыргызстана участвует и Казахстан, Узбекистан. Поэтому я думаю, что мои ребята показали лучшие свои работы, лучшие свои качества, как сказать, продвижения. И, наверное, этот вопрос еще к вам, как корреспондентам. Как вы ощущаете, как оно у вас проходит? Информация есть какая-то, да? Вы сразу делитесь ее на сайтах, в Инстаграме, в этом. Как оно у вас, продвижение происходит? У нас получается, вот у моей команды, моя баскетбольная команда, я ее веду в Инстаграме. Также мы с моей командой создали ТикТок. Например, если у нас идут соревнования, мы едем на соревнования, я опубликовываю то, что сегодня, в такого-то числа, в такое-то время у нас будут соревнования. Естественно, люди поддерживают, пишут слова поддержки. Потом мы выкладываем, как проходит игра. Если, вот, например, на республиканских играх я освещала все команды по волейбольной стороне, то есть мужскую и женскую команду. я делала сторисы, оформляла их, писала, какая команда сейчас играет, кто с кем. То есть, например, Джалабад с Нарыном. И писала, какой счет у них, с каким счетом они выиграли. Бывало такое, что прям все очень хотели эфиры, чтобы мы вели эфиры и освещали еще онлайн. Да. Получается, чтобы в прямом эфире это все происходило. Естественно, когда у нас появляется информация, с которой можно поделиться, мы, каждый из нас, каждый из нас, из корреспондентов, бежит, делает сторисы. Например, даже когда были объявлены конкурсы, мы все сразу начали готовиться, что-то делать, пытаться найти какую-то информацию. Также выкладывали это все в сторисы. Например, когда нам школьная лига провела экскурсию, мы, у нас, по-моему, у всех были сторисы с конным видом спорта, как нам предоставили эту информацию, мы снимали это все. Получается, у каждого члена корреспондентов есть телефон, все. И для этого, ну, все, достаточно. Знаете, вот, многие нас называют еще SM-специалистами, мы все в одном. Мы делаем видео, мы... И снимаем, показываем, да. Да, и освещаем. Такой вопрос к вам. Можете микрофон взять? Смотрите, вот, вы говорите, что вы выкладываете это все, вот стараетесь, да. А желающих, вот, которые смотрят, хотят прийти, вот, которые вот постоянно пишут, таких много? Которые хотят стать корреспондентом, да, именно? Нет, не корреспондентом, а участвуют. Участвуют в лиге, да, например? Таких очень много. Например, у меня аккаунт, то есть, два года я вела аккаунт своей команды и совместный аккаунт Чуськой области. И на тот момент, когда я вела свой аккаунт команды, то есть, могу сказать, что мой аккаунт был одним из самых активных по республике, там, сторисы каждый день были просто. И очень много писали, думали, что это какой-то клуб, который занимается именно тренировками. Будьте здоровы! И вот много писали, типа, спрашивали, можно ли к вам в клуб и так далее. Нам было очень приятно, то, что нас видели, то, что к нам хотели, но, к сожалению, из-за того, что у нас ограничено именно только в школе и у нас не могли, мы многим отказывали. У нас вот, у моей команды тоже вот постоянно приходили предложения, а где ваша школа находится? У нас же все школы, получается, со всех республик участвуют в школьной лиге. Ну, там, хотя бы в одной школе и баскетбольная или волейбольная команда участвует. А когда я загрузила несколько видео, которые очень-очень хорошо залетели, там, они вышли на международный уже этап, там, были уже СНГ страны, было очень много предложений, а где это находится, а как, и всем было интересно, всем нравились мои, ну, как бы, у меня вышло достаточно много видео в топы, но два самых таких прям масштабных. масштабные, да? Это очень классно. Они прям очень хорошо залетели, и многие прям туда подняли. Все писали, где ваша школа находится, можно ли к вам записаться? И вот такой же вопрос, где ваша школа находится, можно ли записаться? Да, конечно. Куда обратиться? Можете прям прямое обращение сделать нашим телезрителям, рассказать, где, как, куда пройти, что нужно делать, и какие-то необходимые, все вот можете прям как раз таки рассказать нашим телезрителям? Наша Федерация Школьной Лиги при Департаменте Физической Культуры и Спорта Кыргызской Республики, если хотите записаться в нашу школу, можете просто перейти в наш Инстаграм-страничку Мектеп Лига, и там же уже написать, вас уже там направят, но участвовать могут только школьники до 11 лет, обязательно школьники, потому что, когда будут игры проводиться, будут просматриваться все документы, является ли этот участник школьником, то есть это обязательно, и также акцент сделаем на корреспонденции, потому что у корреспондентов привилегий очень много, я всегда надеюсь на них, потому что у меня не только двое-трое корреспондентов, у меня 80 корреспондентов по всей республике, многие находятся в Южной части, в Джалабаде, в Аши, они не смогли приехать, но они писали, что они тоже хотят именно в конный спорт участвовать на этом конкурсе, они участвовали, но они не смогли прийти на вот эту экскурсию, но у них бы очень хорошее желание, и надеемся, что мы и для них тоже проведем экскурсию. по каким критериям вы набираете в ЛИКу, в команду ваших людей? Только желающие. Только желающие? А там никакие медицинские справки с учебного заведения, какие-то документы не нужны? То есть, именно в школьной ЛИКе могут участвовать команды с одной школы, например, моя школа, и все участники моей команды должны быть в моей школе, и медицинские справки, да, они требуются, так как ЛИКа должна удостовериться, что ребенок здоров, то, что при моменте игры с ним ничего не случится, и то, что за это никто не будет в ответе. Естественно, и за это тоже требуют справки от школы, то есть, то, что он действительно учится в школе. То есть, именно школьная ЛИКа, она так направлена на развитие масштабного спорта именно среди школьников, то есть, нет толка того, что там опытный спортсмен, там уже студент будет играть среди школьников и просто выиграет. То есть, тут нет никаких привилегий для школьников, и поэтому тут требуются все документы, все проверяется по сайту, по QR-кодам и так далее. Все это происходит через документы оборота и так далее, да? Ага. Еще такой вопрос, не знаю, кто из вас хорошо об этом информирован. Какие школы, вот есть специальные школы, которые вот приходят там по 20-30 человек с одной школы или таких нет? Или вот с одной школы там по дому, по двое? Обычно именно если корреспонденты, бывают просто три корреспондента, например, шахматы, волейбол, баскетбол. То есть, если в школе проводятся тренировки по баскетболу, волейболу, то есть, будет два корреспондента. А если в школе есть несколько команд, то есть, ну, тоже будет, эти команды будут участвовать, но корреспонденты, но обычно кто-то берет еще с собой корреспондентов, то есть, которые хотят узнать, что это такое, вот, А так, прям, чтобы много людей не было. Нет, да, да? Ага. И такой вопрос ещё вам. Можете подать микрофон? Вот вы сейчас уже ходите, как три месяца, да, вы сказали, вы уже занимаетесь? Да. И вы с вашего университета, вы же студент всё-таки. Да. Только вы один или у вас есть ещё ваши друзья, которые вместе с вами ходят? Вообще только я один, но когда мы ездили брать интервью по конному спорту в эту школу специальную, то нас поехало четыре человека. И, к сожалению, из них никто не заинтересовался и не захотел участвовать в этом дальше активно. Но они тоже вообще постарались над своими проектами, и я заметил то, что им тоже было интересно об этом рассказать. Но вот почему они не заинтересовались, это мне, к сожалению, неизвестно. А вот представителю вам, как представителю, хочу задать вопрос. Например, это же всё проходит на бесплатной основе? Или желающим, которые вот всё-таки, ну, лошади, да, их тоже нужно кормить, за ними тоже нужно смотреть. И предоставляете ли какие-то эти денежные средства? Конкурс проводился на бесплатной основе, именно для желающих. Но учитывалось возрастное ограничение от 16 до 25 лет, это всего лишь. А насчёт оплаты такого нет? Нет, насчёт оплаты такого нет. И конь, лошади предоставляется всё бесплатно, да? То есть они нам написали, либо мы с ними связались, мы могли им просто организовать экскурсию, либо же дать им контакт представителей, уже спортсменов, либо дать адрес, куда они могли бы просто пойти, поснимать, там уже взять интервью, пофоткаться, чтобы уже распространить это всё. Ага, и вам свободный микрофон, вам свободное слово призывать наших школьников, наших детишек в вашу лику. Я бы хотела бы сказать первым делом спасибо большое департаменту физической культуры и спорта, также заместителю директора президента школьной лиги Самата Садыковича за то, что он организовал такую прекрасную федерацию, где школьники могут показать себя. Также у них есть большие возможности в будущем, потому что о них уже знают люди, они уже прокачивают свой бренд, как и мои корреспонденты. Также хочу сказать большое спасибо представителям Евразийской ассоциации, которые уже с нами тесно работают, именно в сфере международного конкурса, именно они уже, это их идея была, чтобы наши ребята работали, продвигали себя. Хочу сказать большое спасибо президенту Национальной Олимпийской Федерации Садыру Мамытову, а также Николаю Николаевичу Аристову за такое масштабное предложение, за такой масштабный конкурс, за то, что все ребята, помимо этих моих ребят, на сайте пишут многие, что хотят участвовать, еще бы побольше таких конкурсов, потому что им очень интересно. И также хотела бы призывать всех школьников заниматься спортом, если кто любит заниматься баскетболом, волейболом, шахматом, мы всегда рады видеть вас, наши двери открыты. Также помимо наших спортивных занятий, у нас скоро откроется проект Театрфест, где могут уже участвовать наши молодые актеры, именно для актеров, чтобы они могли показать себя, режиссеры, даже блогеры, чтобы могли прокачать себя. И в основном это все делается на пропаганду здорового образа жизни, потому что наша молодежь, он как бы занимается спортом, но они остаются в тени. А сейчас уже второй год, у нас уже участников 2790, ближе к 3000, это уже, которые зарегистрированы на сайте. Таких желающих очень много, помимо которого они занимаются и просто отправляют нам свои работы, и мы их тоже включаем. Спасибо вам за то, что вы сегодня нашли время, пришли. Спасибо вам за такую возможность среди школьников, предоставлять такие прекрасные возможности, которые они участвуют, есть чем заняться, есть куда пойти. Также все это делается бесплатно, поэтому в любой момент можете прийти, обратиться, это, мне кажется, очень хорошие возможности. А я представлю, кто у нас сегодня были в гостях. Баялиева Айжархен, представитель департамента физической культуры и спорта, также наши школьные корреспонденты. Ильгизова Джамил и братцева Валерия, также у нас студент первого курса Себух Алан. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли. Все было, надеюсь, вам очень понравилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!